Добрый день, уважаемые друзья, с вами Константин Белый и рубрика Доктор Баня по-белому. Сегодня будем разговаривать о температуре бани, о ее полезных свойствах и вообще, какая температура должна быть в бане, для того, чтобы баня была полезной. Начнем с самого главного, с тех заблуждений, которые существуют у многих людей, когда говорят, что та баня лучше, где жарче, где парче и где, как говорится, настоящие столевары сидят. Но если мы будем так сразу утверждать, то тогда, понятное дело, все самое крутое, оно всегда лучше. И скорости большие, и температуры большие, и высоты большие, все должно быть лучше. Но мы давайте все-таки поговорим прежде всего именно о том, что не является экстремальным. Мы должны говорить о том, что является оптимальным, то, что дает пользу. А тогда мы должны говорить о низких температурах. Ну, если так вот говорить, в чем разница между низкими и высокими температурами. Ну, и кто-то говорит, ну, реально, высокие температуры, что убивают бактерии, вирусы, убивают высокие температуры. Да, но мы будем говорить о том, что мы прежде всего будем стремиться нисколько убить, потому что убивая бактерии и вирусы, мы наносим вред и своим клеткам. Потому что они-то тоже клетки, они тоже биологически имеют те же самые свойства. Что, коагуляция белка начинается при температуре 60 градусов. Уже температуры 60 градусов нам вредны. Да, у нас защитные функции организма включаются и сбавляют это дело. Так вот, как раз и в этом заключается секрет. Что если мы идем в высокие температуры, которые за пределами 60 градусов, то там организм начинает бороться, защищаться, обезопасивать себя. И мы получаем вместо мягких прогревов, режимов, мы получаем борьбу организма с вот этой окружайшей средой, которая будет с температурами выше 60 градусов. А когда мы заходим в мягкие температуры, то организм вполне их воспринимает. Любой прогрев благоприятен для организма. Любой. Но очень коротковременно, что бывает, организм быстренько раз включил функции защиты, и вы его не почувствовали. И вы скорее уходите с этой, там говорят, 5 минут посидел и все, и текать. А что можно за 5 минут сделать? Любая процедура должна иметь длительность воздействия. Если длительности воздействия нет, то грош цена вашей процедуре. И давайте говорить о том, что вообще-то считается, что 37 градусов – это уже температура, когда вирусы и бактерии не размножаются. Они уже прекращают свою основную деятельность. А мы в это время можем активизировать организм. Организм начинает работать на очистку. Понимаете, какая польза? Тот час, который мы можем находиться в бане при небольших температурах, там в бане от 40, предел 60, потому что при 60 долгах вы не протянете. А вот 40-50, реально вы можете целый час находиться, прогреваться, париться. Это будет тормоз для ваших вирусов и бактерий, а организм будет учащенно, ускоренно очищаться. Вот то, что нам нужно. И вот поэтому баня с мягкими режимами – это то, что поможет нам поднять иммунитет, очиститься, освободиться от всей вот этой вот заразы. Мы же должны это учитывать, обязательно должны учитывать. И поэтому мягкие режимы, прежде всего полезная температура в бане – это прежде всего те температуры, которые не превышают 60 градусов. Что вы можете сказать? Ну как? Ну идет же реклама саун, самая полезная сауна, прогрев, все это самое. Сауна – это воздушный замок, выдуманный, эфемерный. Нет таких режимов сауных полезных. Это все сделано коммерческим ходом. Коммерческий проект, который ну никак не нужен в семейной бане. Баня семейная должна быть с мягкими температурными режимами и паровая. Тогда она полезна, тогда она правильна, тогда она оздоравливает человека. Поэтому температурные режимы, повторяюсь, должны быть от 40 до 60 градусов. С хорошей влажностью, с хорошим паром. И не надо сюда, ну совершенно не надо подтягивать, что там мужик должен выдержать, вытерпеть. Зачем? Не надо ничего держать и терпеть. Надо получать удовольствие от процедуры. При мягких режимах вы получите удовольствие и пользу, и очищение, и оздоровление. Вы до чего идете в баню? Зачем вы идете в баню? Подумайте об этом. Поэтому с легким паром вас, хорошего вам настроения и крепкого здоровья. Всем доброго. Продолжение следует...